здрасте им привет уленьки и уже пятая серия у нас тянем будем собирать урожай вот такой вот замечательно у нас урожай канала вырос три поля целом здесь ее не так мало должно получиться с учетом того что поля в принципе все ухоженные и вроде как все по фэншую все сделано тени мы продавать конечно все это дело не будем потому что вроде как в январе самый такой оптимальный ценник в декабре будем продавать это все дело в декабре тогда да у нас еще пшеница есть это ладно она в январе продается ее мало смысла в общем-то продавать все пока нету и в общем то я уже придумал даже небольшой план действий что мы будем делать дальше но это все потом для начала друзья конечно же поехали поставим комбайн на уборочную опять-таки конечно же работать будет наймит только вот ему здесь развернуться я думаю что будет проблематично но да ладно что потом что нибудь подделаем выгружаем пока все это дело вручную в наш элеватор а потом уже что-нибудь придумаем что мы там дальше когда у нас пассивная когда что и что будем сажать пока что друзья у нас уборочная надо трактор какой-нибудь взять свободный например можно да какая разница вообще давайте вот этот возьмем так как тут в принципе недалеко ездить можно и вручную это будет сделать без проблем в общем убираем поле до тем временем прошло буквально минут 10-15 и у нас уже убрано поле мне тут абсолютно было нехер делать и поэтому здесь нарисована такая вот восьмерка но не обращайте внимание также у нас справа мы видим что ездит трактор с нашим чизелем и культивирует поле и тут на самом деле я вот вижу только вот раз-два тут камни повылазили а на самом поле их тут нигде нету я в общем не знаю как это работает и надо ли здесь проходиться камне сборщиком может быть чисто вот по краешке в общем посмотрим когда он полностью все поле до культивирует тогда и посмотрим имеет ли смысл все это дело делать посмотрел я подумал еще про каток и есть у меня еще мыслишки все это дело мульчером пройти хотя наверно мульчером надо было пройти перед культивацией хотя мы пробовали и разницы никакой не было так а у тебя еще одна проходка осталась ладно не сказал бы я что тут прям много этой самой каналы получилось прям как-то я думал больше и будет у канала в принципе не самая урожайная культура а зато денег стоит она сейчас вон косарь а в январе в декабре будет еще дороже да прям совсем немного этой самой каналы все в общем-то понятно ладно давай дружище мы тебя тогда на другое поле сейчас поставим работы только трактор я здесь зря вот так вот оставил ладно не не проблема начнем с другой стороны от был вообще начинать на раз большого поля мне вот почему-то так кажется хотя разница никакой давай друг поехал пока обойдемся без мульчера а вот это вот все дело мы сейчас высыпем в наш элеватор и увидим сколько же канал и получилось у нас этого маленького поля но на вскидку там кубов 13 будет с того что я вот пособирал разгружал очень непривычно конечно то что заглушенным двигателем он не разгружается ладно к этому мы еще привык ним так разгрузился все разгрузил и 12 500 у нас с этого маленького поля канала получил нормально пойдет из кубов 40 со всех полей мы соберем это вполне себе неплохо но придется наверно опять контрактами опарываться потому что есть у меня мысли если будет 40 кубов то не хватит нам денег я тут уже себе большую покупку приметил но об этом попозже да здесь правда нет камней и где они только по краешкам наверно тогда по краю пройдемся и по краю их соберем хотя с другой стороны может нахрен мне и не надо это делать если не сказала что они здесь большие прошлый раз мы как-то побольше они по размеру были ладно будем считать что мы лентяи и ради экспериментов мы не будем сейчас собирать камни после этого урожая потом может быть тем более у нас все равно этой хреновины нету для сборщика камней мы ее арендовали прошлый раз и я ее уже благополучно вернул я кстати друзья знаете что еще модик себе поставил на такие вот штуки классные это пополнялки семян удобрений я во всех фермах такие пользовался такие на базу ставил надо придумать куда их себе сюда поставить по сути дела нам надо только семена обычное удобрение сухие и известь гербицит вот известь они не так много места занимают можно в принципе их сюда он бабахнуть все хотя около дома наверное это плохая идея здесь у нас тоже место нету давайте правда его здесь так вот бабах ним с выездом на дорогу например вот здесь у нас будет известь вот здесь у нас будет для удобрений штука и семена вот так и пойдет и 23 тысячи как с куста в минус да правда там на магазине еще остался мешок с семенами я один купил вот этих вот 600 литров которые были загружены в силку на старте игры этого на все поля не хватило получается друзья я сейчас собираю урожай все это дело культивирую и мы встретимся с вами когда уборка будет подходить к концу значит и друзья урожай у нас весь обран вот это поле которое мы не посыпали известью надо будет сейчас посыпать и знаете сколько мы всего урожая собрали 42 куба получается с большого поля было 20 кубов остальное все с маленького тут уже кстати тоже завершается почти культивация надо друзья эти поле еще эти поля до посыпать известью и удобрить тут есть еще удобрение немножко но мы их сейчас просто высыпем это вот так вот делается бздынь и один поддончик у нас выспался другие поддоны я он собрал вот здесь вот поставил это известь которая у нас была черт я уронил цветочек это не круто заполняем с этих поддонов в общем странно поддоны одинакового размера но здесь два куба а там один в удобрениях хотя это но как бы объем я могу понять вес но объем черт он до них не достает надо их будет перенести поближе вот так вот поставить хорошо быть сильным да пошло заполнение вроде как это извести должно хватить на это маленькое поле почти полный прицеп у нас откуда я так дохрена взялась осталось пен поймешь ну ладно в общем то в магазинах и покупать больше не надо потому что нас здесь вот суперские пополнялки есть поэтому все нормально погнали поставим тоже уборку извести точнее уборку до посыпку у извести довольно маленький разброс идет никакой удобрялки поэтому вы понимаете да так что дружище ты пока посыпает и вроде быстро это сделаешь я вот друзья думаю еще насчет того то может быть имеет смысл теплички поставить вроде как читерская херня довольно такие деньги вроде есть это с другой стороны мы канулу только в январе продадим так а вот эту штуку наверно надо обратно поставить прости меня цветочек я не хотел что упал ну и посев пока тоже кстати рано проводить есть такой минус у сезона по сути дела запустили бы каждого один за одним да и все вот довольно быстро он кстати посыпал это все правда вот тут маленькая полосочка осталось но это ладно на самом деле я как такой немножко перфекционист уже знаю что там там где поле косое надо все переделывать вручную поэтому во первых вот здесь мы досыпаем то что он не сделал как бы на эту полосочку уже хрен с ним а вот по краям поля то что вот здесь вот впереди это надо тоже сюда делать поэтому здесь вручную все да я иногда и ручкой могу поработать и кстати поля сам убирал если что на комбайне правда это не попало в кадр скорее всего потому что делать прям совсем не хрен было во все посыпано все известью все красиво три поддона мы сейчас выгрузим составим обратно и можно поставить товарищи который будет все удобрять подготовим все к посеву а к наверное известь мы высыпем пока вот тут а вздынь потом я их как-нибудь аккуратно сложу остатки удобрений тоже сейчас загружаем со старого там их понты было 270 литров до и поехали к нашей пополнялки нас тут есть новая классная пополнялка сейчас с нее и будем заправляться знаете чем они мне нравятся они обычно с кушплеем хорошо работают и с автодрайвом ох охренеть сколько денег она жрет так пока хватит 6800 блин ладно этих четыре с половиной куба точно хватит на наши поля без вопросов начнем друзья вот с этого вот поля давай работник тоже сам все делай лака расход удобрений такой большой как у извести и площадь разброса намного больше что хорошо а в общем то этот удобряет и мы еще сейчас закончится здесь культивации мы его переставим вслед за поле вслед за удобрялкой вслед за поле боже что я сказал тут вообще кстати на этом поле камни нету даже маленьких даже по краям но пахать в общем то как бы и не надо может быть потому что поле не вспаха на и было либо при пахоте когда мы красноту убирали не вот маленькие камешки есть ну как бы хрен на них я ради них париться не буду если читал в комментариях написали что надо было сразу после уборки мульчером проходится мы этого уже не сделали там пять процентов к урожаю это дает как бы и хрен с ним на самом деле хотя я слабо просто представляю как это работает мы сначала вроде как втаптываем все это дело остатки в землю а потом все равно это все ворошим через культиватом поэтому но я очень-то слабо это понимаю ну ладно кто я такой да много комментариев на тему что я не шарю в сельском хозяйстве меня противно смотреть так вот я повторяю еще раз не смотрите мне насрать мне нравится играть в эту игру я буду в нее играть а вы идите смотрите те кто рпшки с мтш коми делает внешне жалко кстати тоже вот маленькая полосочка осталось но вот как так дружище не удобрение прям очень быстро проходит закончил работу но видим что сделан это не самым лучшим образом но ничего я птица не гордая могу и переделать им более опять-таки расход удобрения здесь прям мизерный прям очень мизерный контракты на удобрение вот это точно выгодная штука ребята крайне мере на старте свои удобрения покупаете даже с нами там она все прекрасно дружит так тот чувак тоже закончил он молодец эти поставим еще удобряться еще вот это вот поле вот это вот которая номер 38 сдэнь вин тоже кривенько пошел но ладно на самом деле не столь принципиально вот эти вот гроши с курс плем было бы круче но ладно пока курс play нету и когда будет неизвестно насколько я понимаю поля у нас готовы типа на максимум кроме пяти процентов из этого мульчера как бы пять процентов это не 50 так что все хорошо ладно ждем пока еще что-нибудь произойдет интересное найти вот что мне прям совсем не нравится то что раньше на геймпаде можно было вот по этим менюшкам переключаться а вот эту вот фразу виды культур фильтры короче тоже переключать тоже на геймпаде сейчас только мышкой это тупо и мне не нравится кстати а мне кажется или она удобрена типа два раза ли у меня с глазами проблемы не у меня с глазами проблемы есть туда вот более темность этих этих не более темно-синий он черт в любом случае после посева проверим а сейчас даже на мониторе покрутил там яркости и контрастности понять в целом это можно кстати проверить знаете где вот здесь так вот мы бздынь кусочек маленький удобряем смотрим на карту и да вот он более темно-синий понятно значит будем удобрять еще второй раз логично в принципе ладно надо будет думать куда теплички ставить 57000 у нас есть сколько они стоят или может упороться вот в эту штуку как вообще вот это работает на какой ладно это я потом проверю на следующий раз друзья мы займемся виноградом или нельзя сажать данный фрукт в июль черт его нужно сажать в сентябрь я понял есть у меня подозрение друзья что как и с заборами вот это вот надо будет просто тянуть потому что ну вы знаете как здесь заборчики классно строится вот тянешь их и и вот так вот теплица стоит 10000 большая здесь можно в общем-то тепличный комплекс такой сделать немножко подрезать поле не знаю 38 ли я бы 40 вот это поле подрезал бы если честно может быть даже вот с этой стороны там потом посмотрим и поставить здесь тепличек можно даже кредит будет небольшой взять чтобы взять их штук 9 например хотя я не знаю как их 9 короче по красоте разложить но можно это будет всем заняться единственно здесь ландшафт немножко кривоватый и это мне не нравится я староформингом не очень дружу но следующий раз поставим теплички может быть еще виноград посадим вот этом вот поле будет правда разобраться что для этого надо будет но это ладно уже в следующие разы этом друзья в общем то я серию закончу вот этот товарищ сейчас у нас здесь закончит культивацию я мотну время может быть по делу какие-нибудь контрактики за кадром посмотрим потому что съемка у меня следующая только через два дня в лучшем случае на работе можно будет даже попросившись поиграть контракты по выполнять например вот лайкусики короче не забываем комментарии не забываем спонсором конечно же огромное спасибо за поддержку всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем пока